Участок на улице Фискультурной почти готов. Здесь уже проложили новую теплотрассу. Осталось ликвидировать следы раскопок и все здесь привести в порядок. Сейчас на участке идут сварочные работы. Как только они завершатся, воду пустят по трубам. Для ее подогрева уже установлены три тепловые камеры. Для жителей важно, что мы на следующей неделе запустим воду в дома. А в дальнейшем мы в течение недели все работы здесь закончим, уберемся, приберемся и уйдем отсюда. Работы на Ташкентской Старозагора подходят к концу. Сроки там были сдвинуты, поскольку на этом участке отремонтировали еще один незапланированный изначальный объект. Поменяли водовод. Технические работы почти завершены. По словам рабочих, один из сложнейших участков находится на пересечении улиц Каховской и Теннисной. Трубы там расположены на 12-метровой глубине под железнодорожным полотном. Добраться до них было непросто. Труба под железной дорогой. Мы ее вытащили, прошли в камере. Там идет увеличение диаметра. Это район Каховской и Теннисной. Мы там не однажды были в этой части. Сейчас там метров 20 идет монтаж трубы. Основание сделали. Там очень трудный, сам будем говорить, рельеф. Представляете, глубина 12 метров под железной дорогой. Новую трубу проложили и на участке от Московского шоссе по улице Нововокзальной. Монтажная схема уже собрана. Горячая вода стала поступать в дома жителей. Осталось облагородить сам участок. Минувшей ночью горячая вода пошла по трубам домов промышленным, а местами и в Кировском и Октябрьском районах. За три этапа проходили, значит, Московское шоссе полностью открытым способом. Потом? Вот. И замена, значит, полностью. Вот, значит, этих арок. Вот, их заменили, значит, на наши блоки, плиты. Ну, в общем, канал полностью тоже был заменен. Заменен. Значит, основание тоже бетонное было армировано и заменено. Подготовка к зиме близится к завершению. Всего запланировано отремонтировать 15 объектов теплоснабжения. Их общая протяженность более 7,5 километров. На дополнительном участке по улице Садовой работы обещают закончить в конце следующей недели. Валерия Куценко, Григорий Пельшаков. События.